Мы приехали в Великий Новгород, на родину российской демократии. Шагов назад... Здесь проходит первый всероссийский съезд независимых депутатов. Они действительно отстаивают интересы граждан, но у них крайне ограниченные полномочия. Они участвуют в настоящих политических кампаниях за голоса избирателей. Почему во всем мире дебаты это норма, а в России президент ни разу не принял участие в дебатах? А как так получилось, что люди, которые сядут в Государственной Думе, были выбраны не нами? Почему политика ушла из нашей жизни и как нам ее вернуть? Григорий, почему у нас такие странные политические шоу в стране? Странные политические шоу, потому что эти шоу специально делаются, чтобы они были странными. Григорий Юдин. Кандидат философских наук. Профессор Шаненки. Научный руководитель программы «Политическая философия». В общем, очень, очень умный человек. Редактор доклада о качестве политического представительства в современной России. Последние 20 лет политические менеджеры делают все для того, чтобы снизить интерес граждан в политике, чтобы депритировать граждан, чтобы убедить их в том, что политика – это дело, которым заниматься, не имеет никакого смысла. В любом случае, там какие-то грязные, мутные люди, они в любом случае обманутся. Это еще, к тому же, небезопасно может быть. В любом случае, никого выбрать нормального нельзя. Поэтому сидите дома и занимайтесь своим делом. Ну, грубо говоря, если вы деполитизируете страну полностью, а у нас, на самом деле, уровень деполитизации очень высокий. Даже если посмотреть по явке на выборы, то отдельно можем говорить по президентским выборам, но в принципе уровень явки на выборы бывает там. Ну, хорошо, если 30%, а бывает и 15%, и 10%. Вот в Омске было 5%. В Саратове сейчас было 4%. А как ты обычно замеряешь уровень деполитизации по явке? Это основной или нет? Это, на самом деле, не самый лучший инструмент, но он дает наиболее высокий оценок. В принципе, выборы – это, честно говоря, не самое главное, что есть в демократии и вообще в политической жизни. Но если мы сравним, допустим, количество людей, которые общаются с своими депутатами, количество людей, которые реально участвуют в самоуправлении, количество людей, которые подписываются куда-то, во что-нибудь включаются и так далее, оно будет еще ниже, как правило. Поэтому как это работает? Вы убираете, грубо говоря, всех людей с избирательных участков, у вас целевой показатель, чтобы явка была 0%. После того, как вы этого достигли, вы мобилизуете какую-то часть людей, которых выговариваете или заставляете, или упрашиваете. Они приходят и голосуют за того, с кого вам нужно. Поэтому при явке 10%, 80% тех, кто пришел и голосует за вашего кандидата, и он, бинго, 80% у него результат, подавляющее большинство, он просто король. Юлия, ну смотрите, это приводит к таким последствиям, что сильных кандидатов не допускают, в частности, вас не допускали до выборов, в итоге выигрывают те, которые не имеют настоящей поддержки граждан, это все выливается в протесты, а протесты могут вернуть политику в страну? Ну, протесты – это важная часть вообще политической жизни, но это просто вершина издрога. Юлия Галямина – российский политик и общественный деятель, кандидат филологических наук, экс-депутат Тимиревского района Москвы. 23 декабря 2020 года Юлия была приговорена к двум годам условно по политической статье. У здания суда читали рэп, туда приходил Дед Мороз, а сама Юлия запустила челлендж – новое заседание, новое платье. Потому что реально политика происходит каждый день, и просто люди, на самом деле, я не соглашусь, многие занимаются политикой, просто они это так не называют, они считают, что это не политика. Нам, пожалуйста, только давайте защитим свой скрер, но только без политики. Это я встречаю постоянно. Давайте добьемся того, чтобы у нас не закрывали библиотеку, но только без политики. Вот это прямо до сих пор, к сожалению, происходит, хотя это на самом деле политика. Протесты, честно говоря, это зависит очень от этапа. На данном этапе, мне кажется, протесты, такие столь немногочисленные, какие они сейчас, 100-200 тысяч по всей стране, это только раздражитель некоторый. То есть он не приводит к каким-то существенным изменениям, кроме усиления репрессий. И те люди, которые выходят на протесты, это, конечно, хорошо, кто-то из них остается, продолжает проходить, но очень часто происходит замена этих людей, потому что люди один вышли, испугались и больше не выходят. Поэтому, мне кажется, надо искать какие-то более мирные пути в вовлечении людей в политику, которые бы не были столь опасными. Какие более мирные и менее опасные? Какие эффективные способы? Ну, вот, например, мы сейчас сделали кампанию за возвращение трамвая в нашем районе. Достаточно много людей приняло участие, достаточно много новых людей подписало, подписалось мелкий и малый бизнес у нас в районе, начал в этом участвовать, потому что трамвай всем нужен. Это возвращение людей в политику, но это при этом они потихонечку осознают, а что происходит. То, что, ну, когда начинаешь объяснять, а почему нет трамвая? А потому что отдали контракт компании, которая связана с Собянином, которым уже много в всяких разных коррупционных историях участвовало, и, по сути, получается, что, смотрите, это результат коррупции. А почему у нас коррупция? Потому что вы не пошли на выборы и выбрали Собянина. Одно другому не помеха. Трамвай – это дело хорошее и правильное, мы даже можем сейчас отдельно еще про это поговорить, но протест – это не то, что мешает трамваю, а трамвай – это то, что мешает протестам. Более того, люди, которые выходят на протестные акции, как правило, имеют какой-то минимальный опыт попыток вовлечения в решение каких-то местных проблем, и наоборот, те, кто вовлечается в протест, они с большей вероятностью будут в чем-то участвовать. Нет, нет, я совершенно не поймите, мне неправильно, я не говорю, что это противоречащие вещи, протесты – это тоже очень хорошо, просто на данном этапе единственным способом политизации они быть не могут. Вот моя мысль, наверное, такая. Слушайте, а можно прыгнуть обратно в рамку тех политических шоу, про которых мы вначале говорили с Григорием? Мне очень интересно тебя, Юля, тоже спросить. Представь, тебя позвали в программу… «Время покажет». «Время покажет». Ой, я не знаю, я как-то не смотрела. Представь, тебя позвали в программу «Время покажет». Никто не смотрит, но не суть важна. И там будет возможность выступить тебе со своей собственной повесткой. Вот ты в текущих реалиях понимаешь, как себя вести вот в такой ситуации? Ну, вы знаете, это было некоторое время назад такая дилемма мне в реальности. Меня, по-моему, один или два раза позвали на такие передачи, и я, честно говоря, сходила. Мне было настолько тошно и противно, что я своему чувству, в общем, поддалась и считаю, что интуиция должна подсказывать, как жить. И нельзя наступать на голову своей интуиции, поэтому я на такие передачи просто не хожу. Слушайте, я человек, которого просто каждую неделю зовут на все эти передачи. Я, правда, не знаю их названия, но, кажется, каждую неделю зовут на эти основные каналы. Я всегда отказываюсь не потому, что я там не хочу с кем-нибудь разговаривать, мне, на самом деле, в общем, все равно с кем разговаривать, а потому что смысл этих передач не в разговоре. То послание, которое они доносят от аудитории, состоит в том, что если люди начнут друг с другом разговаривать, они будут орать, беситься, в конце концов набьют друг другу морду, поэтому пускай будет кто-нибудь главный, кто их разведет по углам. Можно там потратить какое-то время и специально показать, что ощущение гвалта, шума, руганий, абсолютно бессмысленного базара, оно специально производится на этих передачах. То есть они специальные люди, которые отвечают за то, чтобы параллельно люди говорили друг с другом, чтобы они чувствовали, что их никто не слушает, чтобы они начинали кричать друг на друга и так далее. То есть то сообщение, которое доносятся к аудитории, это не сообщение, что, не знаю, Путин хороший или Путин плохой. Это вообще не важно. Ну то есть перекричать это нельзя. То есть, грубо говоря, чем больше вы тратите перекричать, тем больше вы работаете на тех, кто это режиссирует. Тех, кто это режиссирует. Да. Потому что в этом и смысл, чтобы спровоцировать нас на какое-то безумное абсолютно поведение. И единственное, что устрояет аудитория, это что ни с кем, ни о чем договориться невозможно абсолютно. Если бы у вас была возможность сделать политическое ток-шоу вообще без цензуры, кого бы вы позвали ведущим? Григорий. Это не моя работа. Но, тем не менее, у нас задача задавать вопросы. Нет, слушайте, это не моя работа. Я не буду делать ток-шоу ни без цензуры, ни без цензуры. Но что совершенно точно, это что в России есть явный запрос на смысле политической дискуссии. Это можно, на самом деле, видеть по всей стране. Потому что, где бы я ни ездил, все время, конечно, какие-то дискуссионные клубы, какие-то дебаты. То есть людям, в общем, интересно поговорить. Честно говоря, даже не всегда по каким-то какому-то реально серьезным вопросам. Просто, в принципе, не хватает нормального общения. Ощущение, что мы можем нормально не соглашаться друг с другом, нормально конфликтовать друг с другом. На самом деле, нас реально, правда, не хватает дискуссий. Вот эти дискуссии проходят оффлайд. Ну, почему у нас до сих пор никто не сделал нормальный дебатный YouTube? Мне это вообще непонятно. Вот никто. Чтобы нормальными были с правилами, со всеми делами. Что-то позвали, например, там, не знаю, ну, можно это же делать даже онлайн. Пожалуйста, не обязательно это делать оффлайд. Вот это же очевидная вещь. Я просто как политик не могу этого сделать. Но если бы я была каким-нибудь, не знаю, общественным деятелем, журналистом, я бы обязательно это сделала. Позвала бы меня, там, например, человек с какими-то немножко другими взглядами. Мы бы с ним подебатировали бы. Проблема в том, что часто не идут. Мы пытались такое делать, но часто представители действующей власти просто не хотят на любых уровнях. Ну, а у нас, между прочим, среди оппозиции достаточно много разного взгляда на разные вопросы. Это правда. Это правда. Ну что, поиграем? Да, поиграем. Мы вам будем показывать на том экране фотографии различных экспертов. Из федеральной программы «Время покажет». Из федеральной программы «Время покажет». То есть это эксперты в какой-то области, которых должна знать вся страна, раз их мнение должно волновать россиян. И вам нужно угадать, кто эти люди. Один из четырех вариантов. А, Б, В или Г. О, боже, я отсюда ничего не вижу. У нас вот такой джентльмен, я все прочту. Значит, видите, такой джентльмен с эффектными гусарскими усадками, вариант А, он депутат Государственной думы, вариант Б, он обозреватель журнала «Охотник и рыболов», вариант В, он председатель движения «Охотники России» и вариант Г, он военный обозреватель «Избургского клуба». Я за четвертый голосую. Это оригинально. Звонок другу. Ткни пальцем. Миллион. Итак, правильный ответ. Военное обозреватель «Избургского клуба». Ну, конечно. Один ноль. Я умею считать. То есть все-таки кто-то смотрит эту передачу. Я не смотрю передачу, у меня хорошее, у меня хорошее просто чутье на людей. А на пламенный спич этого человека ему громко аплодировал весь зал. Кто он? Депутат Государственной думы, главный редактор общественно-политического интернет-журнала, посол Латвии в России или заместитель директора дирекции теле- и радиовещания Молдавии? Это ты прям валишь-валишь. Это тяжелый вопрос. Кем может быть этот человек? Ну, его должны знать все, его же показывают по первому каналу. В программе «Время покажется». Я думаю, из Молдавии. Слушайте, вот это на самом деле хорошая история, потому что как раз, чтобы понять, как работают эти шоу, надо смотреть не на тех, кто там что-то говорит, вот не на этих людей, а на тех, кого на самом деле обычно не видно. Там, например, стоят режиссеры, которые показывают, когда надо хлопать. Или сидят девочки, которые подносят микрофон к говорящим. У этих девочек в ухе наушник, им говорят подносить микрофон к следующему говорящему, когда предыдущий еще не закончил говорить. Соответственно, наоборот. Когда у вас есть какие-то захлопыватели, то сидит целая аудитория, которая, собственно, и производит весь этот шум. А ответ я, конечно, не знаю. Ты говоришь, ну ткни хоть кого-нибудь пальцы. Александр Сергеевич Пушкин, известный поэт. Ну так кто это? Это главный редактор общественно-политического интернет-журнала. Какого журнала нам не удалось узнать, к сожалению? Да, даже после ресерча. Вот, а это очень-очень серьезный джентльмен. У нас всегда есть вариант. Либо он депутат Государственной Думы, либо народный целитель Алтая, либо врач-диетолог, либо правнук Ванги. Врач-диетолог, конечно. Григорий? Видно, что по нему. Ну, понятно, что один из них должен быть депутат. Григорий никак не хочет даже рандомно выбор делать. Это правда врач-диетолог. Ну, видишь, какие мешки под глазами. У вас прям политическая чуйка, просто сумасшедшая на них. Так, значит, вот этот очень злой человек был. Я знаю даже. Он, а знаете, да? Мне кажется. Депутат Государственной Думы, представитель Президиума Офицера России, заместитель главы Пенсионного фонда России, правнук Ванги. Это Цветков из Офицеров России. Я знаю, потому что он пытался в праймере исполниться по нашему округу в 2016 году. У нас в этой рубрике еще призы должны быть. Да. Не додумали, да? В 2016 году платил. Я верю, я спереду. Так и подключим, милый Галер, не сперта во время покажет. Офицеры России правильно. Да, все России правильно. Я даже фамилию назвала. Это отдельный балл. Да, пожалуйста, кружку. И последний вопрос. Кого так внимательно слушает Владимир Жириновский? Депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по экологии и охране окружающей среды, вице-президент Международной ассоциации юристов или нового ведущего программы «Время покажет». Вот смотрите, это ровно то, о чем я говорил буквально. Да, да, да. Видите девочку, которая... Да, сразу с микрофона. Да, сразу с микрофона. Сидят девушки и социально подают микрофон в то время, которое предыдущий еще не закончил говорить. Это создают еще не глав. Ну, Жириновский, конечно, мастер этого. Значит, нужно было спросить, было в этом месте, кто такой Жириновский. Юля, ну давайте, у вас сумасшедшая чулька. Да, да, он нового ведущего слушает. Ну, на самом деле вопрос с подвохом, потому что он и депутат государственной думы, он и заместитель председателя, он и депутат вице-президент, и он и новая ведущая программы. А кто это? Опа! Давайте потом подъехать. Здесь будет плашка, кто это. Слушайте, вопрос такой общего плана. Вообще деполитизация ее корня откуда в нашем обществе? Это не какое-то там укоренившееся явление, которое нужно искать в корне от опричнины и дальше. Это, еще раз, это складывается из, в общем, двух вещей. Из понятного разочарования такой публичной политики в 90-е годы, потому что в 90-е годы, конечно... У правящего класса? Или у людей? Нет, у МАЗ, на самом деле. Ну, правящий класс был достаточно циничным всю дорогу. Я не думаю, что вообще чем-то очаровывался. Но просто правда про 90-е годы такая очень неприятная правда стоит в том, что мы все это называли, всегда, значит, либерали демократией, но, честно говоря, демократических институтов здесь практически не насаждалось. Выборы сами по себе вообще не самый демократический институт. Это хорошо знают как раз политические теоретики, которым я принадлежу. Вообще выборы это институт скорее олигархический, потому что выборы выигрывают почти всегда те, кто эти выборы проводит. А вот реальная демократия, то есть институты местного самоуправления, низовые институты, федерализм, вот эти все вещи в 90-е годы крайне мало насаждались. Чем мы закончили? Мы закончили тем, что люди, естественно, разочаровались во всем. А в 2000-е годы на это разочарование пришли сверхсенечные менеджеры, которые действительно начали эту дисциплитизацию просто производить в массовых масштабах. Поэтому сегодня, как я всегда говорю, если вы хотите испортить вечеринку, то начните говорить о политике. Но это по наитию произошло? Или это все-таки стратегический выбор? Это стратегический выбор, да. Мы сегодня находимся в плебицитарном режиме. И плебицитарный режим, в котором есть лидер, который находится поверх всей политической системы, он претендует на прямую связь с народом. Вот такой лидер, он должен производить все время эти самые мощные цифры народной поддержки. Это проще всего делать как раз по той схеме, которую я объяснил. Когда у вас основная часть общения ничем не интересуется, а остальных вы как-то уговариваете или заставляете приходить и голосовать. Вы говорили, что деполитизация ведет к атомизации. То есть общество становится разрозненным. И более того, новая газета, если не ошибаюсь, написала, что Россия это страна испуганных атомов. И страх как-то помогает вернуть политику в этот момент? Страх как-то мотивирует вообще людей выходить на улицы? Да, атомизация, деполитизация это близкие вещи, потому что, значит, когда происходит политизация, когда люди начинают что-то делать вместе, когда возникает какое-то коллективное действие, это то, что в нашем случае элиты боятся, то, чего элиты боятся больше всего. Любого коллективного действия. Причем, если вы посмотрите, то неважно, какого рода коллективные действия, оно может быть, там, не знаю, глубоко пропутинский. Не надо, но вам сами расскажем, когда надо, где нужно будет выступать за Путина. Есть целый ряд людей, которые на этом погорели, на том, что они были очень активными за путинцами и были готовы совершать какие-то коллективные действия. Они получили в ответ. Это кто, например, я просто пытаюсь сказать? Ну, слушайте, вот есть люди, которые, это самое, по-моему, товарищ, один товарищ, который сейчас показывали, я сейчас вспоминаю его имя, который разгонял какие-то заявки на выставки. Это была как низовая активность. Цветков, наверное, да. Да, он же разгонял выставки. В том числе? Да, ну что, в какой-то момент ему сказали, не надо, у тебя будет хорошая карьера, вот этого всего не надо. Были какие-то религиозные активисты, которые даже говорили, не надо, разберемся. В конце концов, был Игорь Стрелков, который действительно, в общем, был в некотором политическом лейте. Он будет делать сегодня. Нацболк в этот момент стали такими же, их все равно прижали, несмотря на... Поэтому главное это сидите дома, вам дадут инструкции, и эти инструкции вы будете выполнять. Это принцип атомизации, он же принцип деполитизации. Когда я говорю про то, что люди напуганы, то, ну, понятно, что есть какой-то там... В последнее время возникает страх репрессии, и даже последние какие-то опросы начинают показывать, что люди прям серьезно начали думать, что все это как-то не очень хорошо пахнет. Но, когда я говорю про страх, то этот страх, на самом деле, он такой диффузный, и это страх друг друга. Россия – страна с очень низким уровнем межличностного доверия. В последнее время он еще дополнительно упал за последние... Я, кстати, смотрел эту статистику, не знаю, но, правда, несколько лет назад, не сейчас, именно по доверию. Мы, в общем, не в самом где-то хвосте, мы на какой-то более-менее приличной позиции, или нет? Нет, мы низко находимся. Вот последние показатели, которые я там буквально видел пару дней назад... Ну, вообще, обычно это смотрят по такому исследованию World Value Survey. Да. Последняя волна была некоторое время назад, но вот если смотреть на тот же вопрос задает левада центов, то у них это свалилось сейчас ниже 20%. Бывает еще хуже, но, слушайте, куда ниже. У вас 80% людей в ответ на простой вопрос, а людям, в принципе, можно доверять? Они говорят, ну что, с ума отошли, как можно людям доверять? Людям доверять, так не бывает. И это, конечно, порождает атмосферу такого диффузного страха. Это не обязательно страх какого-то там большого начальника, а это просто опасения в отношении друг друга. Мы это видим в повседневной коммуникации. Вот все эти безумные шоу, они же, на самом деле, дальше оказывают влияние на нашу съемную коммуникацию. Потому что когда люди находятся под воздействием телевизора, где люди все время друг на друга орут, то возникает представление, что это нормальный способ взаимодействия с людьми. Поэтому если кто-нибудь уступил на ногу где-нибудь, надо на него наорать. Он, скорее всего, хочет тебя, не знаю, убить или что-нибудь еще в этом духе. В этом страха вокруг, на самом деле, много. А вот, как вы, Григорий, говорите, что происходит деполитизация, атомизация общества. Юль, а ты вроде как говоришь, что при этом параллельно у нас происходит некая другая реальность. То есть самоорганизация общества, проект пространство-политика, земский съезд, различные инициативы. То есть все-таки реальность, она какая? Дело в том, что, конечно, большинство, если мы говорим про большинство, то оно атомизировано и не участвует. Когда я говорю про участие в трамвае, все равно там, ну, сколько процентов? Ну, не знаю, 1-2-3 процента людей, которые в этом участвуют. Но дело в том, что, во-первых, есть два фактора. Во-первых, есть как бы все равно люди, которые больше склонны к общественной деятельности, просто потому что они такие, потому что это их суть. И они все равно это делают, да, и они создают вокруг себя пространство, да, и эти пространства люди втягиваются, те, которые деполитизированы, атомизированы и так далее. Они очень тяжело втягиваются, они хотят отскочить, любая неудача их разочаровывает. Но тем не менее, если лидеры, и это называется лидеры перемен, они как бы это делают, то это происходит все равно. Это, во-первых, потому что, ну, давайте посмотрим просто на, вот даже на депутатство, да, если, в принципе, муниципальные депутаты, они выбираются везде в больших количествах. Ну, только почему-то, ну, понятно, что Москва и Питер отставляем их в сторону, да, потому что это большие города, поэтому там много депутатов. Вы знаете, посмотрите, сколько депутатов есть в других регионах. Вот у нас есть Псковская область, Новгородская область, Краснодарский край, самое большое количество депутатов. Вы можете объяснять это какими-то историческими корнями, демократией и так далее, но вообще, в принципе, тут, конечно, люди со времен, ни одного человека со времен Новгородской республики не осталось живых. И все это объясняется очень простыми вещами. В Скове есть Шрозберг, в Новгороде есть Черепанова Аня, а в Краснодарском районе есть Саша Кравайный. Вот они создали вот эту вот систему, и они стали втягивать людей. Сейчас то же самое происходит в Новгородской области, сейчас происходит это в Томской области, потому что появляются люди, которые, лидеры, которые начинают это все менять. Это с одной стороны, с другой стороны, новые поколения. Новые поколения другие, особенно молодежь активная, она уже сначально немножко другая, они уже все связаны. Они не понимают, что такое атомизация, если они выросли в интернете. Они уже в связи с другом. Когда мы говорим, что российское общество атомизирует, то в некотором смысле можно сказать, что вы дошли почти до края. И это всегда бывает так, когда вы доходите до края, это начинает собрать тенденции. Хуже не будет. Люди начинают искать просто любые возможности для того, чтобы коммуницировать. И действительно, мы это видим в последнее время, это тенденция последних лет. И опять же, Юлия права, что это более свойственно для более молодых групп. Да, и вот мы в нашем докладе, о котором мы еще, наверное, поговорим, в нем пишем о том, что существует новое пространство коммуникации, новое пространство доверия. Какие-нибудь родительские, соседские чаты. Понятно, что очень много срача, очень много. Но у нас, например, есть в районе сайт, в WhatsApp-чат, в котором несколько сочин человек, который называется «Барахолка». Там как бы люди должны, по идее, продавать друг другу какие-то вещи. Но на самом деле они там занимаются, и черт знает, чем в том числе обсуждают политику. И я там с очень большим удовольствием это наблюдаю. Ну и еще несколько разных чатов. Там чат, который посвящен одной из народностей России, в которой как бы должны обсуждать национальное возрождение, только обсуждают бог знает все, включая фильм про дворец Путина. Ну то есть как бы это реальность. Эти вот пространства, дискуссии, они все равно создаются. Вот человек – существо социальное. Это вот нам Григорий должен подтвердить. И он не может просто так быть атомизированным и жить спокойно и хорошо. Ему просто что-то внутри это не дает. У него мозгу так устроено. Юль, еще такой вопрос. Я знаю, что ты любишь города малой России. То есть малые города России. Они могут стать, то есть малые города, могут стать драйвером таких перемен? Могут ли сами города стать драйверами, я не знаю. Но то, что там появляются интересные лидеры, которые могут вытаскивать как бы интерес людей в политике, это да. Потому что там ситуация очень плохая. То есть если ты даже приходишь в столицу, там хоть как-то худо-бедные, люди не понимают, чьи деньги, чего, как вы по новой городу пройдете. Тут все перекопано. Перекопано это за счет федерального бюджета. Это вот там Стрелка делает проект по улучшению городов. Я слушаю одну передачу, просто ужас какой-то. Просто ужас. Они говорят, у нас есть показатели вовлеченности граждан в процесс. Вот в процентах. Вот мы должны, у нас должно быть, чтобы 30% граждан были вовлечены в процесс. Чего значит вовлечены в процесс? Не обязательно. Поставили галочки на контактивном гражданине и что-то еще. И эти деньги сначала отняли в Новгородской области, забрали в бюджет, потом вернули через какие-то карманы чиновников, где что-то налипало. И теперь делают то, что хотят федеральные власти. Институт Стрелка, который живет там где-то на набережной Москвы, ничего не понимает про Новгород. Но это все в столице. А в малых городах там и этих денег не бывает в основном. Там вообще никаких денег нет. Там люди, их среда вообще не меняется годами с советской власти. Лужи там как стояли, так и стоят. Вот. Еще им вокруг помойки строят. Да, везде. И поэтому, конечно, там люди недовольны больше. Мне кажется, даже по социологии видно, что в малых городах какой-то так высокий процесс. Но могут ли они стать драйверами? Нет, вряд ли. Но просто они могут внутри себя менять сообщество, развивать больше. Как, грубо говоря, малые города могут выходить из этой ситуации. У нас есть какое-то количество кейсов, когда это удавалось сделать. И во всех этих кейсах, они очень разные, это очень разные инициативы, у них немножко разная судьба. Но у них во всех есть кое-что общее. Это никогда нельзя сделать с усилиями одного человека. Купить какой-то большой начальник, и он все под ним. Никакого такого не было. Это делается только благодаря тому, что люди в какой-то момент собираются вокруг чего-то и говорят, мы это вместе сделаем. То есть на самом деле оживляется местное сообщество, и оно становится реальным субъектом изменений. А дальше это может быть проект превращения региона в туристический центр, какая-то его индустриализация, появление нового торговли и так далее. Это все бывает по-разному. Но главное, что должен быть какой-то субъект, который скажет, да, вот это мы, это наше сообщество. Часто люди, у которых важен этот город, они, например, криведы. И вот субъекты всегда должен быть какой-то... То есть я правильно понимаю, роль местных лидеров, она в малых городах намного выше. Она выше, да. И их влияние намного выше. То есть влияние условного Черепанова и Каравайного в их городах было выше, чем в столице. Да, но к слову лидеры нужно аккуратнее относиться. Да, еще раз, это не лидеры, которые, значит, выйдут и все сделают. Это лидеры в том смысле, что они способны формировать сообщество. Они способны давать импульс, который эти сообщества заведет. И иногда они бывают даже не очень политические лидеры. Ну, слушайте, какой-нибудь краевед стандартный, у него может не быть политических амбиций. Зато он, не знаю, десятилетиями тянул какую-нибудь там команду бойскаутов, которые весь район обходили и знают его историю. И вокруг этого строится местная идентичность. Люди начинают понимать, что мы здесь хозяева. Да, вот Шульбан как-то говорила, что пропаганда помогает формировать одобрение граждан, но не поддержку. А государство как бы не сможет на них из-за этого опереться, на этих людей. Вот что может формировать на самом деле поддержку граждан? Грубо говоря, идет эта пропаганда, и люди одобряют, например, вторжение войск в Сирию. Но нет такого, что 10 миллионов человек тут же записались в войска идти туда. То есть одобрение есть, а поддержки нет, реальных действий нет. Ну, доверие, вот как бы, это вот, наверное, то, с чего мы начали, да. Доверие формирует поддержку. Когда ты человеку доверяешь, да, и когда ты человеку как бы на одной волне становишься каким-то своим мыслям, он понимает, что он разделяет твои ценности, ты начинаешь его не просто как бы одобрять, но еще и поддерживать, да. Когда он видит, что он подвигает твои же какие-то ценности, какие-то им, может быть, интересы. И тогда начинают тебя поддерживать. Ну, например, вот те люди, которые собирали за меня подписи, да, эти мои соседи. Почему они это делали? Ну, потому что в какой-то момент я кому-то помогла в чем-то, да. И я шла до последнего, чтобы им помочь, но как бы там остановилось, где меня остановили, да. Или мы вместе что-то делали уже, мы какой-то защищали там пакт-тубки нашим вместе. И они поэтому, они знают, что я это делал совершенно искренне, потому что я люблю наш пакт-тубки. Большая проблема с тем, чтобы побудить людей в чем-нибудь участвовать, это отсутствие опыта эффективного действия. Мы так устроены, на самом деле, что... Именно опыта взаимодействия, да? Да, совершенно верно. Опыта нормального эффективного коллективного действия. Мы так устроены, что мы начинаем верить во что-то, когда у нас есть какой-то практический опыт того, что это можно сделать. Поэтому для того, чтобы стимулировать участие, для того, чтобы стимулировать активное действие, а не просто там пассивное отношение с диваном, да, активное действие, для того, чтобы преодолевать как раз деполитизацию, очень важно давать возможность совершать небольшие действия с понятным результатом. Люди, в общем, устраиваются мыслить рационально, когда им говорят, давайте мы изменим Россию. Что это такое? Что это значит вообще изменить Россию? А вот какие-то конкретные действия коллективные, которые могут дать измеримый результат, да, вот я там столько-то усилий потратил, там, не знаю, собственно, денег на это затратил, столько-то времени на это посвятил, я вижу конкретный результат. Да, этот результат был достигнут совместными усилиями. Это измеримый результат, он понятный, и я чувствую, что без меня бы, грубо говоря, этого не состоялось. Вот такого рода действия они преодолевают ощущение беспомощности и дальше, на самом деле, дают людям довольно много энергии.